Господа, одежда может влиять на отношения людей к вам. И в сегодняшнем видео я расскажу об этих предметах одежды, какие сигналы они посылают и почему вам стоит добавить их в свой гардероб. И первым номером в моем списке идет сила костюма. Темный костюм со светлой рубашкой, желательно белого цвета, и красным галстуком. Такой наряд излучает уверенность, силу и власть. Вы выглядите авторитетно. Вот какой настрой устанавливает костюм. Друзья, это доказано. И вот еще пара моментов. Темный цвет, я говорю про темно-синий, угольно-серый, средний серый. Но что касается светло-серого, светло-синего и других вариантов светлых цветов, они не дают такого же эффекта. Нам нужен мощный костюм. Далее обсудим рубашку. Нам нужен контраст. Белая рубашка это классический символ белых воротничков. Белые воротнички руки не марают. Они на позиции силы и говорят другим людям, что делать. Поговорим о галстуке. Галстуки великолепны, когда вы выступаете с презентацией, потому что они удерживают внимание людей на вашем лице, чтобы слушали, что вы говорите. Далее красный галстук. Классическое исследование про мужчину, зачитывающего доклад. Он носил свитеры, как красного цвета, так и других цветов. И было обнаружено, что красный свитер, красный цвет, способствовал убедительности доклада. Это была единственная деталь в исследовании, которая менялась. Опять же, носите красный цвет. Вы будете выглядеть более убедительным и уверенным. Далее поговорим об украшениях. Они относятся к статусу, к тому, чего вы достигли и кто вы есть. И один из моих любимых примеров – фильм «На грани». Энтони Хопкинс вернулся из дикой природы, он сражался и убил медведя. И что он надел, когда вышел из вертолета? Он повесил на шею клык медведя. Мы носим украшения, чтобы показать наш статус. Обручальное кольцо. Я женился в Украине в ортодоксальной церкви, поэтому я ношу его на правой руке. В Канаде инженеры носят его на мизинце. Зачастую часы символизируют то, чего мы добились. Обычно, когда мы их носим, мы показываем миру, кто мы такие. Далее солнцезащитные очки. Они добавляют загадочности, потому что, когда вы не видите чьих-то глаз, вы задумываетесь о том, кто это такой. Говорят, глаза – зеркало души. Но так вам не заглянут в душу и будут пытаться понять, что это за человек. Что он здесь делает? Загадочность придает крутости. Но часто и вызывает вопрос – кто это? Я хотел бы узнать его лучше. Тут присутствует дух Голливуда. Как тот же Кейси Нейстадт. Джек Николсон. Том Круз из рискованного бизнеса. Если вы наденете такие очки, вы не скроетесь. Вы выделитесь. Особенно, если вы наденете их в помещении или в толпе людей, на которых авиаторы или другие очки не привлекающие внимания. Далее ботинки. И они говорят, что вы состоятельный человек. Позвольте объяснить. Давайте обратимся к истории. Ботинки первыми начали носить рыцари. Почему? Им нужно было что-то, что будет хорошо подходить по размеру, чтобы помогло бы держаться на лошади. Поэтому на ботинках есть каблук, чтобы удержать вас в седле. В форме офицеров на лошадях ботинки – самый дорогой предмет. Потому что количество и качество кожи повышают стоимость. Далее кожаная куртка. И в ней вы выглядите как бунтарь. Марлон Брандо, Джеймс Дин, Пот Дэмерон. Да, и в Звездных войнах. Посмотрите на финна в кожаной куртке. Он стал бунтарем. Друзья, кожаная куртка – символ бунтарства. Вы посмотрите на байкерскую кожанку. Я застегнул ее, и она как вторая кожа. Главное, чтобы кожаная куртка была по размеру. Потому что ее сложно подогнать. Далее простая белая футболка. И вы воспринимаетесь в ней спокойным. Как будто ты говоришь, да меня ничего не волнует, я расслаблен. На нее можете накинуть спортивный пиджак, но она никогда не будет одного уровня с тем, у чего воротник. Ну а если это твое мероприятие в твоей компании, ты просто хочешь накинуть пиджак вперед, я думаю, к ней подойдет и кожаная куртка. Но помните, когда ищите хорошую футболку, она всегда должна подходить фигуре. Футболка сочетается не со всеми видами телосложения. Посмотрите на общий вид, на шейный вырез. Он должен хорошо сидеть. Он должен быть эластичен, чтобы не терял форму. Можете присмотреть V-образный вырез, чтобы выделить грудь. Посмотрите, как сидят рукава. Не нужно, чтобы они были слишком свободные. А также не должна быть длинной, как платье. Ну что, господа, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. Что вы думаете об этом видео? Согласны или нет? Что бы вы добавили, чтобы сделать видео лучше? И если оно вам понравилось, вы нашли его полезным, будьте добры, поделитесь видео с мужчиной, которому может помочь эта информация. Итак, на мне все украшения. Ботинки, очки, рубашка, кожанка. Вы чувствуете эту мощь? О, прямо через интернет. Вы чувствуете? Аккуратнее, я не хочу сломать ваш телефон или компьютер. Чувствуйте эту энергию.